В феврале наша съемочная группа проверяла доступность общественного транспорта для проезда маломобильных людей. Как показала практика, заехать на коляске в автобус даже оборудованный специальным пандусом невозможно, потому что водители не знают, как он работает или не хотят знать. Наш эксперимент стал поводом для прокурорских проверок перевозчиков. Пока прокуратура внесла представление в адрес руководителя организации перевозок. В феврале этого года в Чебоксарах мы выяснили, что водители новых ЛИАЗов и МАЗов понятия не имеют, как использовать по назначению оборудованные там пандусы для маломобильных людей. Прокуратура Калининского района совместно с ГИБДД, МВД и Центром экспертизы и сертификации «Доступный мир» провела собственный эксперимент. Результат одинаковый. Пандусы в автобусах не используются. В ходе выездной проверки было установлено, что водитель маршрута номер 52, общество с ограниченной ответственностью, Крокус авто, нарушение требований законодательства, не владеет навыками по эксплуатации пандуса для посадки инвалида на кресле-коляске. Также он не смог пояснить местоположение в салоне автобуса, где располагается данное кресло-коляска, и также не объяснил, каким образом осуществляется крепление данной коляски. По результатам данной проверки прокуратуры Калининского района города Чебоксары в адрес руководителя организации инвестино представление, для того, чтобы данной организации в месячный срок были устранены, выявлены нарушения законодательства. Если перевозчик не устранит нарушения, и водители пассажирских МАЗов по-прежнему не будут выдвигать пандус для заезда маломобильных людей, как это положено по закону, то перевозчика оштрафуют на 30 тысяч рублей. Проверка в других районах города Чебоксары сейчас продолжается. Всем перевозчикам необходимо обучить водителей и кондукторов, как перевозить маломобильных людей в общественном транспорте. Продолжение следует...